Привет, друзья! В этом видео мы сегодня будем делать опять очередную, очередную небольшую трансформацию. Посмотрите, посмотрите на мою модель. Ну, наверное, вы уже посмотрели. Фотки, фоточки. Смотрите, здесь отросшие корни у нас. Достаточно светлая база, по-моему, семерка. Блонд смывшийся немного, отросший там, ну, в принципе, даже не очень сильно отросший боб градуированный. Что мы будем делать? Я объясню мою задумку. Мы будем делать чуть более строгие линии. Укорачивать буду, подчеркивать скулы, открывать. Вообще, здесь были вот такие вот сережки еще. И мне очень нравятся они. Мы будем открывать до того уровня, когда будут видны сережки. Поднимать здесь линию оконтовки. В целом, по стрижке будет строже. Но цвет мы выберем такой розоватый булок, и он будет смягчать. Короче говоря, мне кажется, это будет такой гораздо более экзотичный немножко у нас, чем сейчас. Но сейчас, конечно, хорошо. Ну, вообще, если честно, мне сейчас тоже нравится. Ну, не моя работа, но мне все равно нравится. И надо, чтобы мне еще больше нравилось. Вот. Давайте приступим. Осветляем порошком. Берем тип же True Late Light. Разводим 1 к 1,5 примерно. Я даже обычно беру, например, на 40 грамм 60... Ну, не 60 грамм, а там 65, может быть, даже 70. Такую консистенцию чуть больше, чем 1 к 1,5. Ею очень хорошо выполнить такие работы именно. Осветлять корни. Так. Возьму шестерку. 6% фоксид. Начинаем осветлять корни. Посмотрите, когда вы осветляете порошком по порошку, то вы идете в небольшой нахлёст, где-то там пару миллиметров. Небольшой нахлёст больше не надо, чтобы вот эта область пересечения у вас была прямо минимальной. И когда вы работаете с осветляющим продуктом, то, конечно, наносить надо достаточно быстро, чтобы примерно одновременно везде началась работа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда я осветляю корни, особенно у тонких волос, то делаю следующую вещь. Всегда сначала набираешь, чтобы избежать каких-то пятен и непрокрасов. А это очень вероятно, вероятность высока, потому что пландором так борошок не распределяется. Он не течет, не обволакивает все волосы. И поэтому вам механически приходится со всех сторон промазать и все эти моменты усмотреть. Поэтому первое, что вам нужно, это брать небольшие пряди по толщине. А во-вторых, даже когда я уже промазал после этого, я, как правило, например, здесь я проходил крест-накрест, потом пошел диагональными проборами и после этого в другой плоскости, я, например, еще вот так вот. Вот так вот, например, я шел диагональными. После этого я, например, вот так вот могу в другой плоскости открыть пробор. И еще точно так же, например, пройти и убедиться, и посмотреть, действительно ли у меня там нету между каких-то зазорчиков, маленьких треугольничков, где не попал порошок, например. И особенно я это вижу очень часто у начинающих мастеров, такую ошибку. И вот сейчас, например, я открываю в другую плоскость, раз-раз-раз промазал, все хорошо. И еще одну ошибку, которую я часто наблюдаю, например, что, это надо покрупнее прям снять, что когда красят, например, вот взяли там, или даже кисть вымазанная, и начинают наносить вот так вот. Как бы вот так вот. То есть даже не столько наносят, сколько снимают краску, стягивают. Видите, если кисть стоит более так перпендикулярно, то она прям настолько сняла у меня сейчас, что прям у меня здесь нету. Поэтому вы должны, когда накрасите, именно плашмя, видите, здесь распределять. Если поставить не плашмя, а вот так вот, то получается, что вы только снимете осветляющий порошок. Поэтому, когда вы наносите, вы должны всегда вот так вот наносить, именно работать кистью плашмя. Это еще такой вот момент. Момент. Ну и понятное дело, что именно из-за обволакивающей способности порошка, из-за слабой, мы разводим чуть больше, чем один к полтора. Например, тогда порошок становится все более жидкий и работать с ним более удобно. И на осветляющий там какой-то момент это не влияет. Поэтому, например, сейчас все эти проборы свои перепроверю. Вот здесь, например, на виске я шел уже горизонтальными, поэтому я здесь буду вот так вот вертикальными проверять. И вот обратите внимание, например, здесь где-то вот я открыл, и видно, что, например, вот так вот я наносил, тык-тык-тык-тык. И есть какие-то такие пустоты, которые лучше проконтролировать. У меня, конечно, я там вижу, что я промазал все, но в принципе там мог бы быть какой-то момент, где не прокрас есть. Ну, в этот момент, например, время выдержки у меня уже пошло. То есть часы там я мог завести, ну, хотя здесь визуальная работа идет визуальная. То есть вы осветляете до тех пор, пока вам нужен какой-то определенный фон осветления. Он же не имеет плотности сильной. Поэтому лучше вот так вот посчесать. Вот смотрите, здесь видно прям, что я разгладил, и он вот так вот этот переход прям сгладил. И сейчас, вот смотрите, просто на примере одной пряди здесь получается прям такая очень ровная стыковка. Ну, и так, в принципе, на всех прядях. Вот, видите, за счет того, что вот это было размыто, растерт момент. Поэтому это так хорошо. Я сейчас посушил и специально хочу показать, что как хорошо осветлилась вот эта вот, в принципе, база. Очень такой вот, чтобы смотреть. Корни прям очень чистые. Прям десятка. Возьмем для нашей панировки. Отделяю следующие два диагональных параллельных пробор. И продолжаю работать с затылком. И продолжаю работать с затылком. Чуть-чуть подровняю. Подчищаю. 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 Так, и сразу же. Я думаю, что тут совсем ничего там не надо будет поправлять. Поэтому я сразу распущу. Даже если вот тут что-то и надо наверху, то я это потом сделал по сухому, а сейчас сразу двинусь на височные зоны. Взял где-то посередине височной зоны, я вот так вот розетты разделил горизонтальным пробором. Просто хочу же задать себе сначала черновую линию свою. И та линия, которая сделает хорошую окантовку, с учетом уха. Немножко отклоняю голову от себя, чтобы обеспечить себе здесь отсутствие оттяжки. И тут же я как бы смотрю в зеркало, работаю с зеркалом. Нравится ли мне та длина, которую я выбрал для нее. Но мне, да, нравится. Субтитры сделал DimaTorzok и подравниваю по этой стороне. Все, начинаем сушить. Сейчас будет текстура ровнять. Субтитры сделал DimaTorzok что мне нужно вытянуть все волосы вдоль краевой, чтобы создать хорошую линию периметра. Поэтому давайте туда подберемся. вот так вот я с одной стороны сделал DimaTorzok и сейчас же мы с одной стороны с одной стороны это хорошо подравняю. Хорошенько, хорошенько. Голубу надо отклонить. И только тогда вы увидите всю линию. с другой стороны с другой стороны с другой стороны тут же я по текстуре Чтобы хорошо лежало, хорошо укладывалось. Использую тип параллель-поинт-карту и сразу визуально смотрю в зеркало. Вообще работать в зеркало, нужно научиться развить в себе этот навык. А может вы тогда можете все видеть, насколько у вас там легко, легко, нелегко. Теперь с другой стороны. Теперь с другой стороны. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...